привет у вас ласточки с вами снова Алла Касаткина проект ладное я а мы сегодня с вами поговорим о начале на начале отношений потому что очень часто замужние барышни пытаются нахлобучить как сову на глобус советы по началу отношений на отношения длительные так не работает вот сейчас мы говорим именно о начале отношений когда вы уже начали с мужчиной вроде как общаться уже он вроде как проявил к вам свой интерес когда вы уже там по встречались две три четыре недели вы еще не женитесь вы еще не живете в на одной территории но вот собираетесь уже там намыливаете вот наступает такой момент когда вам кажется что мужчина начинает вас игнорировать здесь снова два момента важных я не говорю о манипуляторах которые манипулируют игнором и заставляют вас совершать ошибок я говорю о нормальных мужчинах даже нормальные мужчины вам кажется что отдаляются вот сейчас разберемся как вам реагировать почему это происходит и чтобы вы глупости не делали окей давайте разбираться смотрите какой важный момент барышни когда начинаются отношения ты же сразу там эйфория это такой класс это такие крылья бабочки крышу снесли нахрен она уехала мозгов не осталось думать нечем все замечательно но это не может длиться вечно не у вас не у мужчины если у мужчины это длится вечно мужчины машки мозгов вообще нет вообще нет он и вам их высосит вынесет и ничего не оставит на ровном месте нормальный мужчина не может быть на иметь на эмоциональном пике достаточно долго значит что он делает он начинает потихоньку сбавлять обороты чтобы ему не унесло крышу и можно даже еще дальше жить работать чего-то там добиваться вы хотите не размазню какую-нибудь папа по сковородке вы же хотите нормального хорошего мужика который вов чего-то стоит в жизни а значит ему для того чтобы крыша не уехала и не наделать ошибок они профукать все что у него есть ему нужно сбавить эмоциональный накал а вам так пока вас кружите меня кружите кажется мужик пошел в игнор забыл обо мне гад такой меня бросил это нормально он сбавляет обороты главное чтобы не до нуля скручивал главное чтобы он сбавлял появлял появлялись эти обороты взбавлял появлялись это нормальное состояние но если мужчина без балды и тащит вас непонятно куда и постоянно держит вас на пике вы сами сорветесь уйдете в штопор и вам потом собрать себя в кучу будет очень невозможно и поэтому не пугайтесь этого состояния что она идет вот так вот волной чуть-чуть поднялись эмоции чуть-чуть приспустились это нормально чем дольше вы будете с мужчиной тем меньше будут вот эти пики эмоциональные когда крыша уехала и совсем ничего не осталось это нормально вы будете чувствовать себя тогда уверенно знаете мы горку для на санках покататься всегда выбираем не ту дешевую свернем а то где мы можем получить удовольствие так вот когда вы в долгих отношениях это потом у вас станет вот такой горкой где вы будете получать удовольствие но это первый момент до второй момент а это же очень важный смотрите когда мужчина вам кажется что отдаляется от вас что он пустил вас в игнор это касается вообще всех мужчин у вас поднимается паника и тревога я осталась никому не нужная я вот столько тут всего сделала а вдруг меня опять не подберут и вы себя начинаете накручивать вот самое неудачное в этой ситуации накручивать себя и винить в этом мужика эмоции ваши паника ваша тревога ваша если они у вас возникают проще разобраться а на что я так реагирую а чего я так боюсь а чего же я в конечном итоге опасаюсь где я боюсь быть брошенной ненужной не пригодившиеся еще какой обманута и еще чего то у каждой из вас будет свой страх но вот с этим страхом с этой тревогой а вам придется разбираться самостоятельно никогда не думе не пытайтесь даже втянуть мужика в ответственность за вот эти ваши чувства как только вы на него вывалите вот эту ответственность за то что вы чувствуете страх панику тревогу и прочую фига тень он от вас бежит а манипулятор будет вами манипулировать еще больше поэтому берем на контроль и разбираемся с этими своими ощущениями которые портят вам отношения с мужчинами идем дальше смотрите если ваши отношения длятся больше чем там пару месяцев да вы уже можете совершенно спокойно мужчине который вам кажется пустил вас в игнор задать вопрос а что случилось но не так прижав его грудью к стенке и дайте мне ответ честный и правильный чтобы я могла успокоиться или чтобы я точно знала что между нами нет ваш вопрос должен быть таким что мужчина на него может ответить может не ответить ответил успокоил вас объяснил сказал что все в порядке опять же спокойно ответил и спокойно объяснил мужчина манипулятор всегда будет вам говорить с таким опломбом да тебе показалось он будет игнорировать вот эту вашу тревогу и принципе законное возмущение тем что ну вот была пауза недоумение ваше было все хорошо теперь пауза возникла если он пытается обесценить вас пытается обесценить в ваши ваши вопрос ваше внимание к тому что произошло если будет говорить вам что вы его грузите и все тому подобное вы для себя тоже должны сделать выводы ваши отношения и вообще мужчина проявляет себя да чем дольше вы с мужчиной тем больше он себя будет проявлять и вот на этом этапе мужчина проявляет себя не самой лучшей стороны и это не повод для выяснения отношений это повод для третьего решения вернее даже для четвертого же три я уже рассказала что сделать в этой ситуации а чем больше у вас есть вариантов общения интересов жизни чем занять себя свое время на что переключить свое внимание где себя как-то развить где себя проявить свои таланты свою энергию куда-то допустить допустить в другое русло чтобы она не расколбашивала вас накручивая вас тем что мужчина повел себя не так нормальный мужчина будет спрашивать дорогая что мне сделать так чтобы ввернуть твое внимание к себе а что будет делать идиот а идиот будет вам устраивать скандалы предъявлять претензии рассказывать вам какая бы не такая что с вами не так короче всячески сделать так чтобы вот то эмоционально выровненное свое состояние вы могли снова уронить ниже плинтуса и уже цепляться за него как за источник хоть каких-то эмоций для того чтобы хоть как-то в чем-то опереться и он будет праздновать победу нормальный мужчина всегда будет рад что у вас есть чем занять себя вы ему не выносите мозг он может сделать что-то приятное чтобы потом когда вы с ним встречаетесь вам двоим было хорошо вам двоим было интересно поговорить друг другом они тоже мы встретились у нас вроде только секс поели позанимались сексом выпили чаю а больше поговорить нечем телек посмотрели вот чтобы у вас была вы же мечтаете об интересной насыщенной жизни ну так живите ей и сделайте так чтобы у вас не один мужчина был светом в окошке вернее не мужчина был не единственным светом в окошке вот так будет правильнее и когда вы себя так ведете когда вы понимаете что происходит почему происходит когда вы понимаете как вы можете восстановить вот этот свой эмоциональный фон когда вы понимаете что быть все время на пике в отношениях это не нормально вы приобретаете мудрый трезвый взгляд на себя на мужчину на то что происходит между вами и тогда вами уже сложнее манипулировать вам уже тяжело рассказать какая вы такая что с вами не так и за что вы должны благодарны быть этому идиоту который портит вам нервы что он согласился задержаться возле вас лишние 15 минут мои сладкие мудрости вам применяйте мои рекомендации и тогда вы будете чувствовать себя увереннее и комфортнее в отношениях хотите со мной поспорить идемте в комментарии если мы еще не оформили наши отношения и кнопочка подписаться на канал красная жмем подписываемся и встречаемся в следующих видео с удовольствием почитаю ваши истории в комментариях или отвечу на ваши вопросы а мы с вами увидимся в следующих видео пока пока мои ласточки с вами была алла касаткина проект ладно и я пока